Всем привет! Сегодня в этом видео я хотел показать всю линейку светодиодных светильников для аквариума фирмы Sansan, модель ADS. Модель ADS это, наверное, самые дорогие варианты освещения у данного производителя. Эти светильники имеют, конечно, при этом хорошее качество, большое количество качественных диодов, красивый стильный внешний вид, выдвижные ножки на разную длину аквариума. Но два момента, которые я в них отмечаю, это хорошее качество, максимальная защита от попадания влаги, светильники Super Bright SMD, потом большое количество светодиодных элементов в каждом светильнике. И мне очень нравится внешний вид данного продукта. Многие наши клиенты говорят, а вот если за такие же деньги я могу сам сделать качественный светильник, я не спорю, но мы говорим в данном случае о готовом решении максимально мощного осветительного прибора для аквариума. Естественно, если вы будете делать сами, вы можете в эти же деньги вложиться, но нужно будет позаморачиваться. В данном случае мы сегодня рассматриваем светильники SanSan ADS. ADS 300, ADS 300C. Это светильник на аквариумы длиной 38-55 см. Вот как он выглядит. Его длина самого светильника 32 см. Устанавливать можно минимальный размер аквариума, на который он встанет 38 см. То есть, совпадает, производитель заваляет 38, то есть, минималка 38 и больше. Все светильники эти комплектуются специальными ножками для фиксации на аквариум. Выдвижные нержавеющие такие вставочки, которые позволяют удлинять установочные размеры. Толщина крепежа, на который ставим для аквариума, это 12 мм. То есть, стекло, на которое можно установить данные светильники, это максимально 12 мм. Все они, еще раз повторюсь, интересные, стильные, имеют фирменное обозначение SanSan. В светильнике 300C идет два ряда светильников, два ряда диодов. Устанавливаются они на аквариум просто и легко и быстро. 300C, мощность 14 Вт, температура освещения 7500 Кельвинов. В люменах, к сожалению, информации нет. Градус освещения 120. Далее, следующая моделька идет ADS500C, но у меня его в наличии нет. Валерий, в наличии есть, но тут сегодня на столе просто место не позволяет его положить. Он имеет мощность 24 Вт. Следующий светильник это ADS700C. Его длиновой размер, он устанавливается на аквариум 78 см минимально, максимально 95 см. Три ряда уже светодиодов. Такой же самый внешний интересный вид. Мощность 45 Вт. Далее, светильник следующий это ADS900C. Три ряда LED у нас идет диодов. Мощность данного светильника 80 Вт. В люминах также самопроизводитель не дает характеристики. И самый большой у них светильник это ADS1050C. Мощностью 90 Вт. Устанавливается на аквариум 1130 мм. Максимальный 1300 мм. Имеет три ряда LED-ов у нас, диодов. Потому что посмотрели. Что отмечу. Вот эта черная вставка красиво смотрится внешне. Дает такой визуальный вид дорогого светильника. Получается. Если интересно его включить. Почему эта серия считается более дорогой. В эти светильники комплектуются дорогие диоды. За счет этого мы получаем при заявленной мощности реально очень хороший результат. По яркости. Китайцы бывает зачастую пишут одно. А по факту он еле-еле светит. То вся линейка в серии ADS соответствует заявленной мощности производителям. И визуально мы так и получаем. Светильники дают очень хороший яркий свет. На примере ADS300 мы его сейчас включим. Ну, по видео мы может быть не сильно это все видно. Но светильник очень яркий. Здесь идут белые холодные диоды. Синих диодов здесь нет. Хорошо они отражаются. Ну, то есть, диоды на уровне. Потому. Подведем такой небольшой итог. Светильники серии ADS имеют не самую низкую цену. Имеют при этом хорошее качество. Внутри они все комплектуются качественными диодами. Большое количество диодов. Внутри вмонтирована максимальная влагозащита. Красивый внешний вид. За счет черной глянцевой поверхности. Ну, и готовое решение для травника. Для любителей выращивать живые растения. Недостатки. Ну, недостатком я бы назвал только одно. Что встречаются, бывает, моменты, что в данном месте чуть-чуть переломан провод. Вот, но это у них, скажем так, ну, в данном случае у нас ничего не переломано. Бывает, наверное, при транспортировке чуть-чуть потянется. И здесь есть небольшой такой обрыв по обмотке. Но это их основная стандартная недоработочка. То, что я обратил внимание. Так у людей стоят годами. Диоды не выгорают. Мне все нравится. Ну, и хотелось бы, конечно, чтобы данная серия светильников стоила бы намного меньше. Чтобы большее количество наших клиентов могли приобретать данную продукцию. Но это нереально. Потому что понятно, что можно купить в Китае. Но еще не забывайте пересылка, доставка, растаможка. И все-таки мы интернет-магазин, который тоже должен что-то зарабатывать. Но данную продукцию рекомендую. Данная продукция хорошо себя зарекомендовала на рынке Украины. И не только. Если какие-то вопросы, пишите в комментариях. С удовольствием на все отвечу. Подписывайтесь на наш канал. Если понравилось видео, ставьте лайки. И я думаю, что, в принципе, суммарно обзор я снял. То, что хотел, показал. Не будем даваться подробностей. Эти подробности есть в других наших видео. Спасибо за внимание. До скорых встреч. Если что-то заинтересует, переходите по ссылочке ниже на наш сайт. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok